Обращаем внимание на форму, забываем бутончики рисовать. Юным художником Звенигорода, не до отдыха, по расписанию, пленэр. Диана Быкова занимается в объединении созвездия творчества уже второй год. Больше всего любит рисовать природу. Нравится здесь мне учиться. Чем нравится? Мы рисуем птиц, небо, закаты. Здесь педагоги очень хорошие. Светлана Владимировна очень великолепно все им рассказывает, показывает и технику. Очень интересно все. И выводит их на планеры, все-таки рисует и на природе старается. Изобразительным искусством в Доме детского творчества занимаются чуть меньше ста ребят, желающих научиться рисовать много. В каждой группе у педагога Светланы Орловой, а всего их семь, от 12 до 15 человек. Среди учеников Лиза Зенова ее мама не нарадуется творческому росту девочки и условиям, в которых он происходит. Всегда чисто, у них все приветливые, люди находятся на своих местах в педагогии. Нет такого, что... У меня такое впечатление. Очень душевно и очень как-то вот даже по-домашнему. Коллектив маленький, сплоченный, дружный. Текучки нет. Ну и попасть к нам довольно сложно, потому что педагоги не хотят от нас уходить. И я не помню такого в своей памяти, а я в должности директора здесь почти пять лет, чтобы кто-то написал заявление и ушел от нас. Всего в Звенигородском Доме детского творчества работают 64 объединения, в которых занимаются более 500 детей. Здесь представлены все шесть направлений дополнительного образования. Ирина Грачева с ребятами рукодельничает. Каждое занятие – это погружение в сказку, а рабочий кабинет – почти что музей народного быта. Все экспонаты из семейной коллекции педагога. Дубовой ступе почти сто лет. Вытащили из костра, можно сказать. Ее собирались сжечь. И такое вот проведение привело меня. И она оказалась у нас здесь, в нашем Доме детского творчества. И дети очень с удовольствием всегда любят вот этот вот толкач называется. ПЕСТ или ПЕСТ. А в соседнем кабинете занимаются астрономы, ученики начальных классов и средней школы. Малыши узнают о космосе в игровой форме, делают поделки, участвуют в викторинах. Ребята постарше ездят в обсерваторию. Впрочем, телескопы есть и в аудитории. Недавно у нас новое совершенно приобретение. Нам город подарил специальный солнечный телескоп, называется Коронада. Это такой телескоп, который в определенном фильтре показывает поверхность солнца. И можно даже увидеть продуберанцы, пятна какие-то, изменения, солнечная активность. Авиамоделирование, театральный кружок, робототехника, шахматы, дополнительное образование. Юные жители Звенигорода получают в здании 1911 года постройки. Оно в хорошем состоянии. Десять лет назад был капитальный ремонт. В 2017-м заменили кровлю и оконные блоки. Здесь по-домашнему уютно, но места для всех желающих недостаточно. Единственная проблема у нас существует, проблема не финансирования, а проблема дефицита учебных площадей. Вы видели, что у нас всего 9 кабинетов. Буквально мы очень загружены. Нам хотелось бы, чтобы нас как-нибудь расширили. На настоящий момент этот вопрос рассматривается. Будем надеяться, что администрация выделит нам какие-то помещения. Записаться на занятия в Дом детского творчества можно через региональный портал госуслуг. Основной набор уже позади, но отчаиваться не стоит. Дополнительный стартует 20 августа и продлится до 30 сентября. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.